Уже долгое время жители домов по улице Новосельского не могут добиться того, чтобы сделать безопасным участок одноименного переулка, по которому, несмотря на знаки, ограничивающие скорость, носятся автомобили. Улица Новосельского, 48, угол одноименного переулка. Несмотря на ограничивающие знаки, не больше 40 и, внимание, дети, автомобили носятся здесь в обе стороны, ничуть не смущаясь пешеходов. Более того, жертвами быстрой езды, не притормаживающих даже на повороте авто уже неоднократно становились велосипедисты и домашние животные. Стартуют, да, очень быстро, машины быстрые. При этом парковка автомобилей и людей, которые здесь живут, и те, которые приезжают, бросают свои машины с двух сторон. То есть не понять пешеходам, где идти, очень опасно. Ну и школа, около тысячи детей каждый день приходят, уходят со школы, со своими родителями, рискуют своей жизнью, как наши животные. У нас уже три животных погибло за последний год на этом переулке на глазах у детей просто. И для меня это сильный эмоциональный стресс. А я не представляю, как дети об этом. У меня дочка несколько дней плачет, до сих пор зовет своих котов. Ну, я, извините, я сейчас сам расстроюсь просто, но это невыносимо просто, ну вот реально. При этом жители дома номер 48, выходя из двора, сразу попадают прямо на проезжую часть. Здесь вообще нет отдельной пешеходной зоны. А поскольку часть проезда используется автолюбителями, как парковка, то место, где разминуться нчащемуся автомобилю пешеходу вообще не остается. Действительно, здесь что-то не нужно сделать, потому что, вот видите, машины занимают часть проезжей дороги, а людям ходить негде. Я просто не с этой стороны сворачиваю, не оттуда мчат. Да. Тротуара вообще нет. Да, к сожалению. Хотелось бы, что что-то бы предприняли и сделали для пешеходов тоже какую-то часть. Наружного освещения здесь, видимо, вообще не предполагается. Нет, фонари стоят, но вот лампочки, которые должны освещать весьма опасную зону, просто отсутствуют. Ой, ночью здесь вообще просто гонки происходят. Иногда по две машины становятся и стартуют до конца переулка, кто первее доедет. Потому что переулок свободный и никого нету. Летают гонщики аж бегом. Просто не успеваю их снимать ни на фото, ни на видео. Ну и кому это вообще в принципе надо? Вы видите, даже днем здесь вот стартуют и сразу же больше 50 практически многие летают. Одесские городские власти придумали целую программу под названием «Безопасный город», на которую ежегодно выделяются десятки миллионов бюджетных средств. На камеры видеонаблюдения, на антивандальные установки, на муниципальную варту спрашивается, неужели ничего нельзя придумать, чтобы обезопасить данный участок проезжей части. Но тем не менее мы видим, что чиновники, зная об этой проблеме, видя, это же не первый пост, уже был выложен жителями этого переулка, должны в первую очередь были отреагировать и предложить свой вариант. Если есть проект благоустройства этого небольшого переулка, то мы должны видеть этот проект и обсуждать его с жителями в первую очередь. То есть вопрос коммуникации и понимания того, что город принадлежит горожанам, а не автомобилистам. И когда горожане чувствуют себя некомфортно и небезопасно, то это минус властям, которые, значит, что-то недоработали. Как рассказали местные жители, в мэрии им пообещали в рамках благоустройства данной территории устроить здесь пешеходную дорожку. Но разрешить для наличия пешеходной зоны – проблему в целом. Ведь переулок пересекает улицу, и там дорогу тоже надо как-то перейти. Да, опасно. Чем опасно? Машины, ну, кто-то, некоторые не останавливаются, останавливаются. Когда зимой тут лед, машины буксуют тут, ну, и могут не затормозить, не успеть. Слушай, они так тут, правда, интересно? Третья сторону второго. Вообще были какие-то опасные случаи? Были, особенно со мной были. А что были? Ну, иногда чуть-чуть, ну, коснулась машина меня, было такое. Чуть не сбила машина? Чуть, да. Еще раз напомним, рядом две школы, тысячи детей и гоняющие автомобили. Или нашим чиновникам, чтобы что-то сделать, нужна трагедия.